Привет всем! Меня зовут Анна. В этом году мне исполняется 40 лет. Я ровесница китайской политики реформы открытости. В 1978 году эту политику начал архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, превратив страну в настоящее экономическое чудо. Что же дала эта политика простым китайцам? Итак, мы начинаем. Бушующие 70-е. В стране задул ветер перемен. Три крутящихся, один говорящий. Это предел мечтаний золотой молодежи того периода. Три крутящихся. Швейная машинка, часы, велосипед. Один говорящий радиоприемник «Красная звезда». Чем еще запомнились 70-е? Талонами на продукты. На рис, на масло, на муку. Страна находилась на старте обогащения. Типоватые 80-е. В стране появляется телевидение. Вся страна прикована к новогодним грандиозным галоконцертам. На экраны выходят киноэпопе «Путешествие на запад». В иду появляются холодильники, стиральные машины, вентиляторы, магнитопоны. Даже самые отсталые слои населения надевают на себя широченные джинсы «Клёд». И тогда пришла поп-культура. Очки черепахи-тортилы, макаронная фабрика на голове. Стремительные 90-е. Люди распрощались с ветхим старым жильем. Они переселяются в новые современные многоквартирные дома. С распространением телефонной связи перестают писать друг другу письма. Молодежь приобщается к компьютерам и интернету. Трехколесные велосипеды и тракторы сменяют личные авто. Города наводняют такси. 21-й век. Век потребления и высоких технологий. Страна вступает в новую эпоху жидкокристаллическими телевизорами, домашними кинотеатрами и личными автомобилями. Теперь без мобильного телефона никуда. Билеты на концерт, кинотеатр, на скоростной поезд, услуги каршеринга, велошеринга, ужин в гофе. Я уже не говорю о видеосвязи. Без мобильного устройства ужин никуда. Китай строит мосты, скоростные железные дороги, поезда на магнитной подушке, легкое метро. Теперь китайцы путешествуют по всему миру. У них появились деньги на путешествия, а также на товары класса лю. В недалеком будущем коммерческие полеты в Косе. Меня зовут Анна и мне 40 лет. Столько же, сколько китайской политики реформ и открытости. За этот короткий промежуток времени в стране произошли грандиозные перемены. И китайцы не останавливаются на достигнутом. На пороге новой эпохи у них появились новые мечты. И я уверена, с китайской скоростью «Китайская мечта» вполне достижима.